да алексей конечно будет естественно значит смотрите мы с вами напомним да первое я рассказал о фабуле второе мы рассмотрели исковое заявление подготовленный почетным адвокатом верой подкозины почетный адвокат это справедливость потом мы рассмотрели решение первой инстанции затем апелляционное определение а теперь теперь я буду как сказать готовить скорее всего пока да мое назовем это заключением по этому делу главный вопрос на который хочу ответить поступила ли адвокатаса подкозина квалифицированно избрав правовую позицию признание сделать ничтожным ведь к чему я это веду я веду вот к чему она взяла за работу в общей сложности где-то 400 тысяч за документированных денег 400 тысяч рублей а результат по этому пути по этой правовой позиции я собираюсь это доказать если бы она шла этим путем был предсказуем нет невозможно удовлетворить исковые требования доверители а вы то есть это было предсказуемо не будем называть это ошибкой результат был предсказуем негативный результат был предсказуем и за это взять 400 тысяч рублей получить поблизости в адвокатской газете и других средствах массовой информации по первой инстанции как всегда вы знаете что ура мы победили волна пошла по первой инстанции а решение в законную силу не вступило апелляция его отменила и приняла новое решение об этом молчат еще какая проблема существует вообще смотрите я уверен что многие адвокаты судебные представители и юристы представляя интересы нашим председателям суда допускают ошибки выборе правой позиции не в том смысле что она они не выигрышная а в том смысле что заведомо допущена какая-то ошибка в деталях выборе правой позиции выбор из подлежащего способа защиты приводит к тому что деньги то платятся а результат заранее был негативный вот что я называю неквалифицированной юридической помощи но адвокаты вне закона о правах потребителей вопрос деньги верни а для того чтобы деньги верни надо доказать что были допущены тени точность действия неквалифицированные которых я говорю кто может это сделать адвокаты не могут им более того и просто запрещено комментировать дела в которых они не участвуют и практически запрещено комментировать дела в которых они участвуют так как они представляют интерес доверителей это адвокатская тайна и тем более критиковать тем более выдать на гора анализ что неквалифицированно поступил почетный адвокат полкова зина они не могут а кто может кто может только квалифицированные юристы вне профессии вот так вот да елена спасибо